Аккурат к концу учебного года российские чиновники собственноручно подложили жирную свинью своим же абитуриентам. Министр образования и науки Фольков объявил о выходе России из единой болонской системы высшего образования и начале постепенного перехода к так называемой национальной. Теперь российским абитуриентам будет крайне проблематично поступить в иностранный вуз, даже при большом желании и достаточном уровне знаний, отмечают эксперты. Если это возможность, вообще не сойдет на нет после нововведений. Под вопросом и котирование за рубежом российских дипломов. Ведь чуть ли не главная идея унифицированной болонской системы заключается именно в стандартизации документов студентов из разных стран об окончании ими учебных заведений. С дальнейшей возможностью работать и развиваться по всему миру. Помните, примитивные шуточки якобы диплом всего лишь корочка, на которой только колбасу резать? Скоро над подобной петросянщиной в России никто смеяться не будет. Более того, серьезные проблемы из-за отказа от болонской системы начнутся даже у тех россиян, которые не планировали учиться и работать за границей. Почему? Об этом немного позже. Наробкое негодование россиян по поводу происходящего чиновники Великоскрепной традиционно поспешили оправдаться псевдомиссионерскими намерениями. Мол, коварный Запад благодаря своей вражеской болонской системе приноровился переманивать к себе талантливых представителей российской молодежи и продолжал бы делать это дальше. Но власть и РФ, как всегда, всех спасли. На самом деле, показательный выход России из единой болонской системы – решение на опережение, считают эксперты. Чиновники Великоскрепной прекрасно понимают, что санкции из-за полномасштабной войны против Украины с каждым днем будут только усиливаться и разрастаться. И логично, рано или поздно коснуться сферы образования. Вряд ли граждане цивилизованных стран захотят, чтобы вместе с их детьми учились дети мародеров, насильников, убийц и тех, кто все это одобряет. Запрос уже созревал, вот в РФ и решили прибегнуть к любимой народной забаве в духе так называемых «зеркальных санкций». Громко хлопнуть дверью первыми. Позже, вероятно, чтобы не поднялся Хай, заместитель министра образования и науки РФ Афанасьев заявил, будто это Россию «ушли» из Болонского университета еще в апреле из-за поддержки Российским Союзом ректоров так называемой спецоперации в Украине. Впрочем, нет смысла гадать, что появилось раньше – яйцо или курица. Суть это не меняет. Российское образование под угрозой, ведь практически одновременно с новостью об отказе от Болонской системы в России заговорили еще и о планах отменить единый государственный экзамен ЕГЭ. Так зачем Россия лишает образования своих же граждан? И что на самом деле скрывается за идеей реформирования сферы? Для начала о том, как устроено российское образование. Его реформирование в РФ началось в 2003 году, с высшего образования, когда государство присоединилось к Болонскому процессу. Сама Болонская декларация появилась в 1990 году, ее подписали министры образования 29 стран с целью создания единого европейского пространства высшего образования. Происходило это все в Италии, в Болонском университете. Отсюда и название. В России Болонская система пришла на смену советской и подразумевала двухуровневую систему обучения – бакалавриат и магистратуру, то есть 4 года учебы и еще плюс 2 соответственно. Тогда как в СССР российские студенты учились 5 лет и называлось это специалитетом. Помимо взаимопризнания дипломов учащихся странами-членами Болонского соглашения, система предполагает и плюсы для внутригосударственного учебного процесса. Например, принцип так называемых образовательных кредитов, который подразумевает свободный выбор предметов образовательной программы, помимо необходимых базовых. А еще прослушанные курсы можно зачесть в другом университете, даже за границей. Но Россия не была бы Россией, если бы не перевернула все с ног на голову и не исковеркала. Доцент Калининградского института гуманитарных наук Балтийского федерального университета имени Канта, преподаватель философии Дмитрий Полянский рассказывает, все прелести балонской системы образования в РФ были реализованы только на бумаге. На деле же каждый, что хотел, то и воротил. Образовательные кредиты студентов внутри страны признавались далеко не во всех вузах, как и не везде предлагали выбор дисциплин, да и официально на государственном уровне учили по двум системам. Где-то бакалавриат плюс магистратура, а где-то до сих пор оставался специалитет. Но если раньше российские студенты могли выбрать самый адекватный вариант, жаловаться и отстаивать свои права или просто уехать, то теперь из-за добровольной изоляции и постепенно опускающегося железного занавеса вспомнить о совке придется всем. Отказ от балонской системы это сейчас не только пострадание с дипломами, это история про то, что образование возвращается к такой административно-командной или даже казарменной системе, как мы к этому в общем привыкли 30 лет назад. Я уверен, что кончится все просто тем, что студентов отправят на картошку. Как бы топорно не реализовывалась в России балонская система высшего образования, решение государства-агрессора ее, так сказать, импорта заместить. На зло кондуктору пойти пешком. Выпадая из международной унификационной системы, мы лишаемся возможности самим использовать ее преимущества. Это как произвести в 2022 году смартфон с каким-то уникальным разъемом для зарядки в надежде заработать на продаже проводов. Если ты не Apple, то у тебя ничего не получится. Ты на проводах не заработаешь, и гаджет твой никто покупать не станет. Причем это решение – классический пример таких контрсанкций, которые принято сравнивать с бомбардировкой Воронежа. Возвращение к собственной уникальной системе образования – это то, на что всему миру наплевать, а вот самой России это делает хуже. Образование – та сфера человеческой деятельности, которая в изоляции не выживает. Чем хуже связи, чем меньше в программах информации о новейших научных открытиях, в том числе сделанных в других странах, тем менее обученные получаются выпускники. Что будет представлять собой та самая уникальная система высшего образования в России, которую анонсируют чиновники, пока неизвестно. Однако, по словам замминистра образования и науки РФ Афанасьева, новая система будет ориентирована, цитата, «на национальные интересы». Можно только догадываться, что имеет в виду чиновник на волне массовых увольнений в РФ преподавателей и учителей, а также возбуждение на них административных и уголовных дел за проявление несогласия против войны в Украине. Так, доцента Волгоградского государственного университета Романа Мельниченко уволили из ВУЗа и оштрафовали на 30 тысяч рублей за публикацию видео с разгромом украинскими вооруженными силами российских солдат и за семейное фото с родителями из Украины. И в этой фотографии я писал, что какие они бандеровцы, ну, они обычные люди. Я много раз видел, как людей задерживали, но вот этот раз, когда меня задержали трое полицейских в университете, вот в лицо мне эту корочку протянули и сказали, «Мельниченко Роман Григорьевич, пройдемте». А вот учительницу английского языка, который, кстати, оккупационная власть Крыма предлагает отменить как недружественный, Марину Дуброву из городка Корсакова на Сахалине уволили за показ школьникам безобидного видео, где дети поют о мире без войны. Мне предложили уволиться по собственному желанию. Но я отказалась увольняться по собственному желанию, поэтому меня уволили по статье за аморальное поведение. То есть мы понимаем, что это волчий билет, который, даже если бы я сейчас, например, захотела устроиться в образовании, мне бы просто, ну, у меня бы не получилось этого сделать. Поэтому, ну, такое наказание было намерено, чтобы, ну, лишить меня моей профессии. Это лишь несколько примеров гонений на учителей в России, но уже понятно, скоро россиян учить будет некому, говорят эксперты. А вузы и школы будут кишить исключительно пропагандистами и пособниками режима. Иными словами, не так важно, знаешь ли ты предмет, насколько квалифицированный, практикующий ли специалист. Главное, быть готовым промывать студентам мозги и рисовать с детьми на уроках расистские зетки. Кстати, о школьном образовании в РФ. Здесь российские власти также жаждут все переиначить. Поскорее отказаться от единого государственного экзамена ЕГЭ, а также, цитата, от соровских учебников, призвал депутатком партии Российской Госдумы Зюганов. Надо отметить, что в России то и дело поднимают вопрос об отмене ЕГЭ и об отказе от зарубежных источников информации в духе советского времени, когда зацитирование изучения трудов иностранных коллег отправляли куда подальше. Скажем, на Соловки. Сейчас же последствиями таких инициатив будет, во-первых, значительное качество знаний у школьников, а во-вторых, невиданный рост коррупции, говорят эксперты. До введения в России ЕГЭ в 2009 году, сдать экзамены за взятку и за взятку же поступить в ВУЗ было привычным делом. В начале июня 2022-го российское Минобразование заявило, что все-таки решило пока оставить ЕГЭ, но это не точно, ведь поиск альтернативы идет. Но неужели представителям российской власти нет дела до образования? У них же тоже есть дети. На самом деле все просто. Вопреки рассказам о так называемой мощи российского образования, а в СССР оно вообще якобы было чуть ли не лучшим в мире. Дети российских чинуш учатся за границей. Например, дочь лжеца Лаврова, Катерина, даже родилась не в России, а в США. И в этой же якобы ужасной ненавистной стране училась. Сначала в элитной школе на Манхэттене, а затем изучала политологию в престижном Колумбийском университете. Для магистратуры, поскольку училась по той самой баллонской системе, выбрала уже другую специальность – экономику – в Лондонском университете. Дочь пресека Путина Пескова Лиза училась во Франции. Сын махровой шовинистки, российской депутатки Мизулиной Николай, получал высшее образование в Швейцарии и Великобритании. Список можно продолжать долго, ведь и российские политики разных уровней, от мелких сошек до крупных рыб, так и норовят отправить своих чат учиться, а позже и работать, и главное – жить в страны загнивающего Запада. Как они, наверное, бедные там страдают и тоскуют по родным стенам. Детям же простых россиян, конечно, куда проще. Учатся в отечественных вузах и веселую студенческую жизнь в общагах проживают. Как вот студенты МГУ. При мне было такое, что я заходил, включал свет и ждал примерно минуту, пока тараканы не спрячутся, не испугаются меня. После чего я открывал сам мусоропровод, я открывал эту крышку и разбегался, потому что они с крышки все падали на пол, и в ужасе сам убегал отсюда. Для бедных русских, для простаков, они, конечно же, отменяют всю систему западного образования, которое на самом деле помогло России вырваться из бедных 90-х, которое помогло прожить 2000-е, и которое дело хоть чуть-чуть конкурентно способными молодых россиян на глобальных рынках. И в то время, когда Китай пытается максимально приблизить свои стандарты к Западу, когда Индия живет исключительно на британской системе образования, когда западные системы образования демонстрируют свою эффективность, Россия выбирает совсем другое направление и возвращается в прошлое. И мне кажется, что это путь, который нравится Путину идеологически, но который на практике ведет Россию в никуда, к бедности, к нищете. Как бы парадоксально это ни было на первый взгляд, но Россия убивает свою систему образования намеренно и осознанно, отмечают эксперты. Так же, как она продвигает миф о якобы самом лучшем в мире советском образовании. На самом же деле подтверждения этому нет. А репрессии в отношении ученых скорее говорят об обратном. Однако во всех этих баснях кроется большая политическая выгода для Кремля. Глупые, необразованные люди легкоуправляемы. Этими людьми можно будет водить их за нос, куда захочешь, и при власти оставаться вплоть до 150 лет. Главное, уже будет задача за медиками, чтобы столько прожить. Но то, что Путину это нравится, то, что он будет управлять стадом баранов, его воодушевляет. То, что они символически называют возвращение к советским образцам образования, это управление мифами. Так как мы понимаем, что да, на свое время доступность образования в Советском Союзе была на достаточно высоком уровне. Но мы не можем сказать, что с точки зрения воспитания там воспитывали здорового гражданина. Он не задавал вопросы по отсутствию свободы прессы. Он не задавал вопросы за то, что его соседи могли пропасть, потому что тройки так решили. Или он не задавал вопросы, потому что на Соловках расстреливали людей. Что же будет с российским образованием дальше, и как далеко зайдут реформаторы? Как и в Советском Союзе, самыми главными прорывными открывателями, инженерами больших научных открытий будут разведчики. Будут воровать все то, что придумали на Западе, все то, что придумали в Китае. Присуждать это своим каким-то лабораторным крысам. Ну и говорит, какая великая Россия, сколько всего новых открытий, всего классного мы придумали. Ну, примерно последнее такое открытие. Не до конца сворованная формула лекарств борьбы с ковидом, которая потом обрела название «Спутник В». Но на самом деле это было просто астрозенека, неполная формула, которую они украли в Лондоне. Политически Путин был счастлив. Есть ли у нас своя вакцина? Конечно, есть. А с остальной наукой и большими открытиями будет так же. У России нет сегодня ни одной потенциальной перспективы на Нобелевские премии, на премии в мире открытий, на большие гонорары от больших глобальных транснациональных компаний за то, что они спасают жизни. Они, наоборот, возвращаются в прошлое, в глухое, темное. И Путину это нравится. Одним героем будет только он. Не будет супергероев-ученых, не будет супергероев-миллиардеров, которые сделали свои деньги мозгами. Тогда как весь мир развивается и совершает прыжки выше головы благодаря своим знаниям и их обмену на мировом уровне, Россия, наоборот, стремится к возвращению во времена Советского Союза, тотальной изоляции и оглуплению своего населения. Вместо высоких технологий полета в космос, новых лекарств против редких заболеваний, помощи искусственного интеллекта, россиянам предлагаются только коррупция, бюрократия, нищета и невежество. Под соусом мнимого величия, разумеется. И от того, как долго россияне будут все это молча проглатывать, зависит их же будущее. Если под грузом санкций и похоронок вообще что-то останется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин